друзья всем привет сегодня будем чинить систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания мотор 1nz неисправность заключается в том что двигатель очень долго нагревается до рабочей температуры ну и со всеми вытекающими из этого последствия повышенный расход топлива ну а также в холодное время года очень долго нагревается салон автомобиля так как из-за топителя очень долго дует холодный воздух на двигателе 1nz находится термостат под коллектором под пластиковым патрубком который держится на одном болту и одной гайки и резиновый патрубок от него идет в радиатор при закрытом термостате помпа гоняет охлаждающую жидкость по малому кругу через блок и радиатор отопителя салона как только температура охлаждающей жидкости начинает превышать 82 градуса открывается термостат и охлаждающая жидкость уже идет по большому кругу блок отопитель салона и основной радиатор затем температура охлаждающей жидкости падает термостат снова закрывается и опять жидкость идет по малому кругу термостат проверить на работоспособность очень легко и просто термостат у нас оригинальный на 82 градуса для этого нам понадобится чайник градусник ну и естественно сам термостат бросаем устройство в чайник и включаем питание при нагреве воды до 82 градусов термостат начинает приоткрываться потихоньку при увеличении температуры клапан термостата открывается шире добрах клапан термостат При остывании воды в чайнике Термостат, естественно, закрывается Все, термостат закрылся 81 градус с половиной В общем, друзья, термостат у нас исправен Сейчас будем устанавливать его на автомобиль Перед тем, как снимать патрубок Нужно будет слить антифриз с радиатора Для этого справа на радиаторе В самом низу есть вентиль Его до конца откручивать не нужно А немного нужно приослабить И антифриз побежит у нас Через специальное отверстие в защите Откручиваем крепеж Патрубка и достаем термостат С блока немного вытекет антифриза Ничего страшного У термостата бывает две основных неисправности Первая, когда термостат не закрывается Я уже говорил, что автомобиль проблематично нагреть А вторая, когда не открывается Тогда будет, охлаждаясь и жидкость, кипеть в блоке В нашем же случае Похоже, что уплотнительное кольцо Было установлено на термостат неровно И была дополнительная циркуляция охлаждающей жидкости Из-за этого у нас автомобиль Очень долго нагревался До рабочей температуры У нас термостат уже купленный Поэтому поставим новый оригинал Устанавливаем уплотнительное кольцо на свое место И собираем все в обратном порядке Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Заливаем антифриз обратно в радиатор Антифриз у нас еще хороший Поэтому заливаем старый Через фильтр Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok После того, как залили до полного, заводим движок. Теперь нам нужно дождаться, пока откроется термостат и охлаждающая жидкость пойдет по большому кругу через радиатор, выгоняя тем самым воздушные пробки. Узнать температуру можно с помощью вот такого сканера. Как мы помним, термостат у нас открывается после 82 градусов. Если же сканера нет, можно просто дождаться, пока включатся вентиляторы. Вентилятор у нас включается при температуре охлаждающей жидкости 95 градусов. Затем доливаем в радиатор охлаждающей жидкости до полного. Субтитры делал DimaTorzok Ну, а также в расширитель до отметки FULL. На этом, друзья, всё. Ремонт закончен. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скоро, когда вас будет много, миллион, мы начнём пахать.